Меня зовут Луканина Галина, я менеджер в работе с ключевыми клиентами в компании Сваровски. Сегодня я вам представлю нашу новую коллекцию «Осень-зима 2019-2020», которая получила название «Be yourself. Будь собой». Коллекция очень интересная, надеюсь, что она вам понравится. А вживую вы можете ее посмотреть в шоу-руме компании e-crisse. Пожалуйста, приезжайте. Ну что ж, добрый день. Сегодня покажу вам нашу новую коллекцию «Осень-зима 2019-2020». Только-только она к нам приехала. Официальный запуск коллекции был в этот вторник, поэтому мы прям вот с пылу с жару сразу с новой коллекцией к вам приехали. Сначала я вам покажу новинки, артикулы, которые появились в нашем ассортименте, а потом покажу саму тренд-коллекцию и расскажу в целом о трендах, чем вдохновлялись наши дизайнеры и во что это воплотилось на живых примерах. Давайте начнем тогда с новых артикулов, которые появились у нас в коллекции. Первая новинка, она не сказать, что прям новинка. Это скорее такое дополнение ключевого ассортимента, который есть у нас в коллекции. В чем смысл? За основу были взяты 7 самых популярных цветов, которые есть у нас в коллекции. Вот здесь вы можете их увидеть. Это Crystal цвет, Light Colorado Tapas, Scarlet, Amethyst, Aquamarine, Emerald и Jet. И также взяты были 30 самых популярных артикулов, которые есть у нас в ассортименте. Самые такие бестселлеры, которые пользуются наибольшей популярностью. В разных продуктовых категориях. И флэтбеки, и пришивные элементы, и подвески. И, соответственно, в каждом артикуле не хватало каких-то цветов самых популярных. И поэтому наши дизайнеры решили дополнить эти артикулы теми цветами, которых не хватало как раз в этом ассортименте. Зачем это нужно было? Для того, чтобы можно было артикулы из разных продуктовых групп сочетать между собой. И не испытывать больше проблем с тем, что не хватает нужного цвета. Вот вроде как этот артикул, которым не нужен, но не хватает этого цвета. А он есть в другом, с которым я хочу его сочетать. Таким образом получилось, что действительно очень много пробелов было восполнено. И теперь больше есть возможность работать с нашим цветовым ассортиментом в разных продуктах. Так что здесь они как раз представлены. Наверное, самая долгожданная новинка этого сезона – это расширение ассортимента лаковых эффектов. И новая подгруппа получила название Delight Family. Здесь вы можете их увидеть. Семейство Delight эффектов. Мы увидели, что шиммер эффект пользуется большой популярностью в предыдущей новинке. Также и кристаллы с лаковым покрытием с обратной стороны. И наши дизайнеры решили пойти дальше и поженить эти два эффекта. Шиммер эффект с эффектом лаковым с обратной стороны кристалла. В чем смысл? Если вы представите кристалл. Это может быть и кристалл с плоским основанием. То раньше лаковый эффект наносился с обратной стороны покрытия, он просвечивал сквозь. А шиммер эффект наносился сверху. А в этот раз дизайнеры подошли по-новому к решению вопроса для приобретения новых цветовых эффектов. Соответственно, шиммер эффект был нанесен на прозрачный кристалл с обратной стороны. И сверху шиммер эффекта было нанесено уже лаковое покрытие матовое. Таким образом, эффект, который вы видите здесь, он просвечивает сквозь кристалл. То есть шиммер эффект, он как бы такой 3D получается. То есть не такой насыщенный, как если бы он был на поверхности, а он просвечивает через кристалл и получается такой очень интересный эффект. Соответственно, покрытие цветное, оно отличается в зависимости от цвета. Пять цветов представлено в этой коллекции. Это Дилайт Лайт Грей, такой светло-серый. То есть был, опять же, прозрачный кристалл взят за основу. Такое сыроватое покрытие с обратной стороны. Получился такой интересный эффект. Дилайт Капучино. Действительно, по цвету напоминает очень кофе с молоком. Арми Грин, такой армейский зеленый. Что еще интересно, как вы знаете, что шиммер, эффект шиммера, он меняется в зависимости от света. То есть в какой страны направится свет на этот кристалл. И здесь происходит то же самое. То есть в зависимости от того, какой стороной вы повернете кристалл, эффект немножко меняется. Он становится более голубым. Или цвет, наоборот, преобладает больше. В общем, действительно, очень такой глубокий, насыщенный эффект получился. Также это новый эффект Бургунди. Дилайт Фэймили. И Дилайт Охра. Такой желтоватый эффект. Они появились в фантазийных камнях, в круглых камнях и во флэтбеках. Вы их не найдете, к сожалению, технически пока это невозможно делать, в бусинах и в пришивных кристаллах. Потому что лаковые эффекты шиммер пока на кристаллы с отверстиями наносить технически не получаются. Но зато у нас дополнился ассортимент именно кристаллов с эффектом шиммер. Теперь шиммер в стандартной коллекции есть. Также на цвете Аметист. Такое расширение линейки произошло. И что еще интересно, так как пока, как я сказала, нет возможности наносить эффекты из Дилайт Фэймили на кристаллы пришивные, с отверстиями, они все равно прекрасно сочетаются с шиммер-эффектом из прошлых коллекций. В том числе и здесь это прекрасно показано. Например, вот бургундия цвет замечательно дополняется Аметистом с эффектом шиммер. Вот они замечательно комбинируются вместе. Армейский зеленый отлично смотрится с Black Diamond с эффектом шиммер. Также они очень хорошо друг друга дополняют. Капучино Дилайт вместе с Light Colorado Tapas. Хорошую комбинацию составляют. Капучино Дилайт вместе с Light Colorado Tapas. Арми Грин вместе с Black Diamond. Это Аметист. Охр это Light Tapas. И серый просто как кристалл шиммер на обычном кристалле покрытия шиммер. У нас есть презентация. Потом я этот слайдик тоже могу прислать. На всякий случай распечатала, чтобы было через глазами. Идем дальше. Идем дальше. Какие еще новинки появились в этом сезоне? Появился новый пришивной кристалл Novet. Такой вот крупный достаточно. Здесь как раз в основном акцент был на танцевальный спорт. Часто поступало нам обратно свежее, что не хватает крупных камней пришивных в таких классических формах. Вот теперь вот есть еще одна опция, еще один вариант в этой продуктовой группе. Появились такие вот замечательные фантазийные камни. Эти камни получили название Imperial. Imperial. Фантазийный камень. И огранка очень напоминает огранку бриллиантов, которая называется Asher. Возможно, вы слышали об этой классической огранке для бриллиантов. Такая вот многослойная, многоуровневая корона на кристалле для достижения такого яркого блеска. И, в общем-то, под вдохновением от этой огранки Asher и был создан этот фантазийный камень. Действительно, такая очень классическая огранка интересная. Камень представлен в трех размерах, как вы видите здесь. И, в общем, по цветовым вариантам тоже палитра очень широкая. Также появились вот такие вот новые подвески. Metallic Cup. В двух размерах. Если посмотреть на нее издалека, производят впечатление, что как будто это кристалл в металлической оправе наверху. На самом деле, это покрытие Light Chrome, которое наносится на кристалл сверху. И производят впечатление, что действительно, как будто это кристалл в металле. На самом деле, это такое интересное покрытие. Покрытие наносится только с одной стороны. С обратной стороны вы его не увидите. И, что еще интересно, даже по этому трундисту, вот этой вот оборочке кристалла, также идет это покрытие Light Chrome. Поэтому он еще богаче из-за этого выглядит, еще больше сверкает. Подвески доступны только в варианте с лайт-хромом, в качестве такого заменителя металла. Но сам цвет кристалла может быть разным. Также вы видите в каталоге, что вариантов очень много. Я пока видела только в цвете кристалл, но мне кажется, очень интересно будет смотреться и в синих оттенках. Вот Majestic Blue, например, он также из каталоги. Мне кажется, вообще волшебно будет выглядеть. И действительно, из того, что битал не используется в этом варианте, подвеска по цене достаточно доступна, как кристалл с покрытием. Это тоже еще один плюс. И более того, моя коллега Даша, которая занимается логистикой, подтвердит, что для нас это тоже большой плюс, что мы можем с обычными поставками привозить и не заморачиваться со спецпостами. Поэтому действительно такой очень интересный вариант. В группе жемчуга у нас появилось сразу несколько новинок. Первая новинка – это новое покрытие для жемчуга. Покрытие получило название Tahitian Pearl – таитянский жемчуг. Действительно, в природе существует такой вид жемчуга. Цвет таити. Такой вот он зеленовато-синий, с таким даже немножко сероватым отливом. Это очень редкий жемчуг в природе. И он встречается буквально, вот эти вот раковины дают такую жемчужину где-то только раз в один-два года. То есть действительно это очень редко. Намного чаще в природе встречается именно классический белый цвет жемчуга. И вот под вдохновением от такого природного цвета был создан как раз наш новый эффект на жемчуге. Что интересно, у нас в компании, кто давно очень работает, знает, что у нас уже был такой жемчуг очень много лет назад, еще в 50-60-е годы. Потом его убрали из ассортимента. Сейчас это такая, в общем, обновленная версия с еще более глубоким эффектом и более интересными переливами. В общем, действительно он такое, как новое рождение получил. И что приятно, опять же, это такое перекликается с природными цветами, с натуральным жемчугом и в то же время является намного более доступной альтернативой. Но про качество нашего жемчуга, я думаю, все знают и действительно очень приятно с ним работать. Какая еще новинка появилась у нас в жемчике? Наконец-то мы стали делать жемчуг размером 2 мм. Тоже очень много запросов поступало, что же, что же, никак-никак. И вот, наконец-то, он есть. Вот здесь вот его можно увидеть на этом флаге в самом начале. Действительно, очень маленький для того, чтобы создавать еще более интересные детальные элементы на одежде, какие-то украшения создавать в нем. Действительно, это прям такая ювелирная работа. Вот это прям такая вот очень долгожданная, опять же, новинка. И очень много вариантов по цветам появилось в 2 мм. В общем, практически все наши цвета жемчуга, которые есть уже в стандартной коллекции, они теперь доступны также и в 2 мм. Я говорю сейчас только в артикуле 58-10, то есть это классическая круглая жемчужина со сквозным отверстием. Что еще у нас появилось нового из жемчуга? У нас появились вот такие вот интересные новые кабошоны. Такие вот как флэтбеки с плоской площадочкой с обратной стороны. Раньше они были более плоские, сейчас они стали более объемные. То есть если вот не знать, что площадочка плоская с обратной стороны, производит впечатление, что это прям целиком жемчужина, круглая, пришита к основе. На самом деле этот флэтбек, который нанесся, был нанесен методом горячей фиксации на материал. В разных размерах они также появились, здесь можно увидеть всю линейку. Они идут стандартно с горячей фиксацией, в варианте с горячей фиксацией наносить мы его рекомендуем как бы с обратной стороны. То есть воздействовать утюгом или горячим прессом именно со стороны основания. То есть не воздействовать со стороны покрытия жемчужины, а именно с обратной стороны. Ну действительно, мне кажется, работа, наверное, даже быстрее будет идти, чем пришивать каждую жемчужину отдельно. И в то же время может достигнуть такого же эффекта при помощи утюга или горячего пресса, любого другого инструмента. В разных также цветах появились эти новиночки. Также у нас появились новые формы кабошонов. Классические у нас были только круглые. Вот наконец-то у нас появилось разнообразие. И в этом разделе тоже появились новые формы. Вот такие вот квадратные кабошоны, капли и вот форма навет. В трех размерах появился каждый из артикулов. Также стандартно они идут горячей фиксацией. Но в общем, все знают, что можно и обычный клей применять для работы с кабошонами. Интересная такая новинка еще появилась у нас в разделе круглых камней. Здесь они помещены вот внутрь такого прозрачного футляра. Это такие вот ограненные биконусы маленькие, которые раньше использовались как раз для кристальной ткани. Как внизу вы видите, уже в готовом варианте, насыпанная на силиконовую основу. Теперь их можно покупать россыпью. В разных размерах они появились. Их можно использовать, например, при работе с циралуном, засыпая их, внедряя в циралун и создавая очень интересные формы. Можно как-то просто приклеивать рандомно, свободно. Мы не рекомендуем, конечно, этот продукт презентовать в ногтевой индустрии, потому что у нас есть очень хорошая альтернатива. Но что касается украшений, аксессуаров, то это прям такое очень интересное новое решение. Мы все равно попробуем. Ну, мы запретить, конечно, не можем. Девочки, нам не рекомендуют, нам все равно попробуем. Дорого очень. Дорого очень. Дорого очень. А день я. И еще у нас появилась одна очень интересная новинка в плане способа крепления кристаллов. Если вы знаете, что у нас раньше были такие вот продукты на силиконовой основе, способа крепления у них было только два. Это были либо кристаллы, которые крепились методом горячей фиксации, либо и ты, такие самоклеящиеся варианты для твердых поверхностей. Сейчас появилась еще третья альтернатива. Называется она cold fix. Холодная фиксация. В чем смысл? Есть материалы, при работе с которыми не получается использовать горячую фиксацию. Например, если мы говорим о кожных изделиях. Кстати, клей просто не проникнет внутрь и, в общем, не получится закрепить таким способом. Это такой улучшенный вариант клея. Я даже не могу сказать, что улучшенный вариант. Это новый вид клея, который помогает крепить элементы на силиконовой основе, в том числе и на кожаной ткани. Можно использовать горячий пресс, как и при работе с горячей фиксацией. Либо можно использовать просто такой резиновый валик и при комнатной температуре приклеивать эти элементы на, в данном случае, на кожаную основу. То есть просто на все гладкие поверхности. Как и все, стойка такая же, как и у всех. Стойкость, стойкость. Вообще, рекомендации такие от наших коллег. Всегда, конечно, лучше проверять, какой способ укрепления лучше использовать для конкретного материала. То есть можно попробовать и горячую фиксацию. Если горячая фиксация не очень хорошо держит, то лучше попробовать тогда холодную фиксацию. Стойкость высокая, согласно нашим тестам. Полностью клей застывает при комнатной температуре за 72 часа. При использовании горячего пресса, конечно, быстрее. Но если просто работать спокойно, можно приклеить, оставить изделие на 72 часа и все. В общем, клей будет держаться достаточно стоить. Для интерьеров, для пластика тоже это подходит. Для любого. Подходит, но для твердых поверхностей все-таки и ты, наверное, более предпочтительный. Потому что сразу клей схватывает, моментально крепится. И, в общем-то, мне кажется, проблем не бывает именно с мокреющейся версией и твердой поверхностью. Скорее всего, этот продукт был разработан именно для тех материалов, для которых горячая фиксация не всегда лучший вариант. Хожа как один вариант. Или, допустим, очень тонкие ткани, которые вы боитесь повредить горячим прессом или утюгом. Как-то прожечь их. И вододаталкивающие, какие-то искусственные тоже, наверное. Вододаталкивающие, совершенно верно. То есть, какие-то плащи, например, какие-то искусственные материалы, как пленки. То есть, вот отличный способ. А со стирками, чистками там как? Все хорошо. То есть, это все спокойно. Лучше, да, ручная стирка. Наизнанку вещь вывернусь всегда. Ну, в общем, бережная стирка, но в общем, все выдерживает. Да, в общем, это такая вот очень интересная новинка. И не так часто у нас появляются какие-то новые варианты именно по укреплению кристаллов. Поэтому, мне кажется, это действительно очень хорошая альтернатива, с которой можно поработать. Холодная фиксация появилась пока в двух продуктах. Это Crystal Fabric, это вот кристальная ткань самая мелкая, и Crystal Pine Rocks. Вот для остальных пока еще такой возможности нет. Но, возможно, в будущем они будут дальше развиваться. Я уже думала, то есть мелкая кожа, мелкая. Вот это все, что мы видим. Это как раз пример, как он нанесен. Так что мы тоже хотим на офисе заказать аппарат. Очень простые. Попробуем сами посетировать. Уже ждем тоже. Мы тоже ждем. На самом деле, очень интересно. Осталось только еще резиновую валик где-то найти. Давайте тогда перейдем. Так, пока по новинкам вопросов нет. Все нормально. Заверните. Единственное что, я вот еще вам не сказала, что у нас появилось, на флаге почему-то не нанесли, у нас появилось еще три новых цвета для кабошонов как раз. Я их принесла в пакетики показать, потому что на флагах их пока нет. Они появились в классическом ассортименте, в стандартных размерах, которые были с 10, 16 и 34, нет, 20 и 34. А, пожалуйста. Вот они здесь. Соответственно, новые цвета получили название Dove Grey, такой вот голубиный-серый цвет. Rose Gold, такой вот розовое золото. Презентации были. Да, они были в презентации, как раз с них и начиналось. И Винтаж Gold Pearl, такое вот винтажное золото цвета. В общем, такие достаточно классические. Вот они есть в размере с с 10, так что кто привык работать с маленькими кабошончиками, вот теперь появилась еще альтернатива, новые цветовые решения. Давайте теперь я расскажу вам про саму трен-коллекцию, чем вдохновлялись наши дизайнеры. Коллекция получила название Be Yourself, Будь Собой. И каждое направление, оно так или иначе перекликается с этим общим вектором, да, Будь Собой. Какой вообще тренд вообще? Что исследовали наши дизайнеры, когда думали над созданием этой коллекции? Анализируя потребителей и рынок товара сейчас, наши дизайнеры стали замечать, что потребителей все меньше интересует какая-то покупка, какая-то вещь, которая может придать им, которая может их отличить от других людей, их больше интересует какие-то вещи, которые могут именно подчеркнуть их индивидуальный стиль, что-то свое, что-то уникальное. И какие-то производители даже стали предлагать такие полуготовые какие-то варианты, что покупатель может сам сделать вещь под себя. Вот интересный пример был у нас в презентации, вот компания Lancome стала разрабатывать такие крема, которые адаптируются под тип кожи покупателей. То есть покупатель приходит специальным оборудованием, определяется тип кожи покупателя, и прям при нем замешивается крем, который наибольшим образом подходит к покупателю по типу кожи. Действительно, такой уникальный индивидуальный подход каждому покупателю наиболее ценен сейчас. Более того, все меньше покупателей привержены конкретным брендам, конкретным лейблом. Больше ищут какую-то альтернативу, которая подходит конкретному человеку. И таким образом покупатель сам непосредственно участвует уже в создании продукта для себя. То есть больше и больше размывается связь между производителем и потребителем. То есть уже потребитель сам может для себя что-то создавать, а производитель, в общем-то, что-то не готовое изделие может предложить. Вот это, естественно, то, что происходит сейчас и то, что ценится сейчас на рынке. И сейчас я вам расскажу о трендах. Первый тренд называется Check Yourself. Проверь себя, можно дословно перевести. Такой достаточно классический тренд, классическое направление. Классика, в общем, она вне времени, она модно и сейчас. Но что нового происходит? То, что классика дополняется какими-то новыми элементами, какими-то модными деталями, которые опять возносят стиль ретро на пик моды. Вы видите, да, классические достаточно рисунки, текстура, ткани. В то же время вот такое вот дополнение в виде кристаллов, оно придает какую-то новую нотку вот этим классическим элементам. Конечно, так как коллекция у нас осень-зима, понятно, что у нас и ткани такие теплые, да. Конечно, зимой ассоциируется, конечно, это шерсть. Да, такие, в общем, тона тоже для такой, для теплой погоды. Поэтому вот такая вот классический рисунок вы можете увидеть на этом флаге. И, конечно, не могут быть они недополнены кристаллами, в том числе из новой коллекции. Что мы можем здесь увидеть? Конечно, это вот Imperial Fancy Stone из новой коллекции. Мне кажется, вот как раз его форма квадрата замечательно перекликается как раз с рисунком на самой ткани. Новые кабошоны объемные можете увидеть. Действительно, мне кажется, изделька не выглядит как будто жемчуг круглый пришитый. На самом деле это горячая фиксация. Здесь также они встречаются. Вот по центру также маленький империал. И вот, мне кажется, они замечательно он замечательно дополняется как раз классическим жемчугом и другими фантазийными камнями. Из коллекции в коллекцию вы замечаете, что вот как раз рисунок из флетбеков, он прекрасно подчеркивает рисунок тканей. Получает такой вот интересный эффект. И опять же, вот такое нанесение кристаллов на сетку и поверх какой-то плотной ткани, как здесь, также, мне кажется, интересную многослойность и интересную текстуру создает. В данном случае, вот медно-горячей фиксации были нанесены кристаллы на сеточку. Так что, в общем, действительно, такое очень интересное решение получилось, на мой взгляд. И второй флаг больше говорит о сегменте, один из примеров, где этот тренд классический в данном случае может быть применен. Ну, Luxury Winter, такая шикарная зима, шикарная зимняя одежда, как пример был здесь приведен в этой коллекции. Такая вот теплая цветовая гамма была дополнена такими интересными, яркими, современными нотками, цветами под параша и Azur Blue лаковые цвета. И действительно, как-то по-новому и более живо, мне кажется, смотрится эта цветовая гамма с этими акцентами. А помимо Azur Blue здесь и другие лаковые эффекты можно увидеть. Надеюсь, вы их увидите. Мятные оттенки. Очень интересная такой вот элемент здесь можно найти. Это такая вот импровизированная брошка. На самом деле основа была сделана опять же из царалуна, из нашей мастики. Я сейчас сниму, девочки. Да-да-да, обязательно. И действительно, мне кажется, это замечательная альтернатива для создания какого-то базы, для создания готового украшения. То есть это может быть и пуговица, и брошка, и какой-то элемент колье. Действительно, очень здорово выглядит здесь. Также такие вот подсказки, наверное, какие-то примеры, как можно сочетать кристаллы между собой из разных продуктовых групп. Мне кажется, очень интересно, здесь также использованы геометрические флагбеки из прошлых коллекций. Действительно, такие вот интересные узоры, линии могут создавать и подчеркивать, опять же, рисунок на ткани, новой текстуры создавать. Скажите, а сколько таких флагов вот сейчас в России? Вот этих вот, там сейчас три штуки, по-моему, да? У нас в офисе две. А, две в офисе, да, и две. Одна у нас, одна у Веркера, да? Да, да. Хоть на недельку приезжайте. Сейчас мы с гастролями прокатимся в одной коллекции. Сейчас у нас гастроли. А после гастроли? Она только-только приехала, да, так что вы вообще первые, кто видит ее здесь, поэтому, естественно... Это та же самая, да, другая. Да, вы первые, действительно. Я еще никому не успела показать, вы первые. Даже моя коллега первый раз видит, так что... Да, это... Это кристальная крошка нанесена, как мотив такой, на сель. Да, это кристаллы на силиконовой основе. Это мотив такой, да, вот квадратики такие, да, синтетики. Это категория синтетики. Но они заказываются только определенными мотивами. То есть мы не можем их поштучно приклеивать, не можем их резать. Мы можем заказать только конкретным какой-то аппликацией. Тем не менее, в стандартной коллекции есть несколько примеров каких-то стандартных мотивов, которые можно заказывать, несколько штук в упаковке. Но, как правило, этот продукт нацелен как раз на персонализацию, о чем мы здесь и говорим. То есть это запрос конкретного покупателя, что вы хотите увидеть, какую форму, какой рисунок в этом продукции. Кому-то нужны камни, кружочки, сердечки, всем по-разному. То есть именно этот продукт нацелен на то, чтобы отвечать индивидуальным запросам клиентов. Тем не менее, можно заказывать какие-то более стандартные формы, там те же кружочки или капли. То, что чаще всего вы используете. Соответственно, можно заказать упаковку и работать с этим продуктом. И мне кажется, во-первых, это продукт легкий в нанесении. То есть вы получаете уже готовый мотив, горячая фиксация и спокойно крепите. Либо, например, холодной фиксацией, как мы сейчас узнаем. Валя, можно поедать на сетки или там? На сетки. На сетки, да. Вот это синтетика. А что за сетка? А сетка такая плотная. Пощупайте, потом все подают бум. Пощупаем. Она такая какая-то. Очень плотная, да. Раздеваем окна. Про сетку там ничего не напишет. Здесь у нас не написано, да. Здесь написано только, что внизу шерсть, а вот что за сетка не написано. Сетка плотная очень. Она не такая. У меня такое впечатление, что здесь как раз используем метод холодной фиксации. Потому что здесь никак не виден клей, поэтому я думаю, что это, скорее всего, уже новый способ применен. Есть ли у нас, да. Что-то есть, да. Что-то в наличии, что-то можно заказать. Плохо или зима. Да. Ну и, как вы видите, да, лаковые эффекты. Они могут быть в разных продуктах совершенно. Это могут быть фантазийные камни в оправах. Это могут быть и флэтбеки. И вот здесь действительно очень много примеров. Сочетание их между собой. И мне кажется, это очень здорово, когда вот кристаллами подчеркивается рисунок на самой ткани. И, мне кажется, даже очень украшает ее, дополняет. Все пожалели, что не любят плотку. Ну, я. Клетку. Может, все присмотрится свой взгляд. Клетка, да. Все виды клеток в любом количестве можно сочетать в одном наряде. Ну, мы там в предыдущем слайде видели. Три основных тренда сейчас. Это сафари. Это назад всекло. Вся американская тема. Третья клетка. То есть клеток можно надеть сколько хочешь. И во все места. Во все места ты хочешь, а с камнями ты вообще. Клетка. Сочетаем любые виды в любом количестве. Сильно модных. Сильно модных. Сильно модных. Сильно модных. Да, сейчас я вам еще про один сильно модный тренд расскажу. В направлении получил название «Access Yourself», «Превзойди себя». В общем, и название темы сразу дает намек на то, что предлагают наши дизайнеры. Страшно даже, что там за странички. Что же там, что же там. Это «over size». Это увеличенные пропорции, увеличенные размеры привычных предметов, привычных вещей. Почему «over size»? Почему любят люди «over size»? Он дает ощущение защищенности. То есть хочется завернуться в какой-то большой свитер или в какую-то объемную одежду и почувствовать себя как будто в коконе. Опять же, зима. Пуховик одеяла. Да, пуховик одеяла. Действительно, этот тренд уже, мне кажется, уже сейчас идет. И наш дизайнер также видит и продолжение на будущее этого направления. Эта одежда, конечно, не для слабаков. То есть это действительно такое достаточно смелое направление. Мало кто не испугается надеть на себя какие-то широкие штаны или крупный свитер. Все же думают, что вот у меня полнит. Но нет, мне кажется, как раз совершенно обратный эффект происходит. Мне кажется, девушка наоборот кажется более такой хрупкой, утонченный, когда на ней какая-то объемная одежда, такой оверсайз. И действительно, этот тренд он получил, он больше не про какие-то украшения, это больше про интересные формы, увеличенные объемы. И вот можно увидеть один из примеров на этом флаге. Да, это такой вот крупный жемчуг, который есть у нас в коллекции, причем разных форм. Круглый и вот такой вот полиплоский, как данном варианте. Здесь крупные камни, как и камни в оправах, вот здесь пришиты, вы видите, так и крупные кристаллы горячей фиксации здесь нанесены. Также можно увидеть здесь подвески наши новые, металлик, металлик кап здесь. И опять же, вот разные цветовые варианты новых кабошонов, объемных кабошонов с плоским основанием, также они здесь нанесены. Интересно тоже, мне кажется, цветовая гамма здесь. Такие достаточно спокойные цвета, и в то же время вот такие вот яркие акценты здесь созданы при помощи вот тех же лаковых эффектов Бата Кап из прошлых коллекций или Ройл Блю. Действительно, они, мне кажется, очень здорово сочетаются между собой. И вот, конечно, джинсовая ткань, ну да, куда без нее. Из коллекции в коллекцию мы видим, что она действительно в разных вариантах, но всегда присутствует. Обшиваем пуховик одеяла джинсовой тканью. И стиль, о котором называют наши дизайнеры, предлагают в этом направлении, это стиль casual, но опять же, да, oversize. Здесь это увеличенный карман, такой прям как будто сумка, но на самом деле это такой карман-сумка, в который можно много чего засунуть. Очень хорошая идея, мне кажется. Мне кажется, еще один плюс одежды oversize, можно много с собой всего носить. Такой сделать пристегной карман большой, как сумка такой раз, пристегнул и на липучки. Да, да, да. И вот, кстати, на липучки-то проще всего. Я уже клёпки придумала. Шикарный. Да, и такой вот вариант, как будто бы пояс, да, тоже опять же такими увеличенными объемами, кристаллами, прямо такими бросающимися в глаза. Что можно здесь найти? Как раз Дилайт Фэмили, новые эффекты, в данном случае флотбэков, кристаллы с плоским основанием. Капучино. Да, капучино. Прекрасно, да, мне кажется, выглядит. Отлично. Получили первый лайк, отлично. Также можно здесь увидеть новые капошоны в новых формах, квадраты в данном случае. Империал, новые фантазийные камни, как раз во всех трёх размерах. Мне кажется, такой интересный каскад как раз получается. И они замечательно сочетаются как раз с прямоугольными камнями, которые есть у нас уже в стандартном ассортименте, с эмиральдами. Мне кажется, они очень дополняют друг друга и очень здорово сочетаются между собой. Но у меня есть идея. Да. И, в общем, да, здесь капучино. Капучино, кстати, красиво, престицно и очень неплохо. Капучино классное. Один из наших бестсейлеров – пуговицы 3015. Здесь так поступает таким имитацией пуговицы для этого нашего карманчика. У меня есть такие пуговицы. Да, да, да. Зачем вот это? Зачем? Мы поставили... Мне кажется, даже вот такие вот маленькие флэтбеки, они здесь бросаются в косинематуре, но они такой интересный эффект дают. Вот прям вот такие вот маленькие капельки переливающиеся. А как они не мажутся? Это маленький размер горячей фиксации. Двое, это троечка. Троечка, но это просто маленький пуговицы. Я думаю, вот здесь именно прикольно, что там слоны, а здесь эти брызги. А здесь вот такие вот маленькие. Но вот эти брызги... Правда, я знаю. Не только ногти теперь из S3. Можете сказать, пожалуйста, большие карманы. Галя, это случайно не ювелирка горячая, там вставленная прямо отсюда. Не вижу даже. Нет, это горячая фиксация. Это, думаете, что троечка? Да. Точно, да? Да. Я могу проверить? Да, да, да. Там на этой. Что это? Ну, на самом деле, это трансфер. Видимо, это такой большой. Да, просто трансфер, он в заводском исполнении может производиться еще мелким размером с ювелирными кристаллами. Нет. Это точно не ювелирно. Потому что здесь мы работаем с текстилем. В таком случае горячая фиксация осталась с плоским основанием. Абсолютно точно. Ну, вот смотрите, как красиво просто невозможно смотрится. Да, то есть, казалось бы, маленькие кристаллы. Мелкие. Но вот такой вот интересный эффект дает. Здесь еще свет, конечно, мне кажется, замечательно подчеркивает игру. Блеск. Давайте выберем время. Нет, сегодня не знаю. Может быть, кстати, можно попробовать. Идем дальше. Следующий тренд. Find yourself. Найди себя. Найди себя. Такой вот тренд к возвращению к корням. Опять же возвращению к каким-то таким природным мотивам. Таким анималистичные принты, цветочки интересные. Они прямо в какую-то новую волну, мне кажется, новое дыхание получили. И в данной коллекции они как раз представлены. Найди себя. Где найти себя? Найди себя в нашей истории, в наших корнях. И так или иначе эта тема перекликается с таким натуральным, природным вдохновением. И здесь можно увидеть как раз вот такие вот элементы, которые, в общем, напоминают уже таких бабочек, как здесь. В разных-разных вариантах. Какие-то колосья, да. Действительно такое прям поле дикое на этом плаге. Тоже такая достаточно классическая сдержанная гамма. И в то же время очень много интересных элементов. И как раз вот Delight Family, вот кристаллы из новой коллекции, они как раз, мне кажется, очень перекликаются с такими вот естественными цветами земли, да. То есть это прямо и зелень, и земля, и цветы, это все здесь. Здесь вот можно увидеть как раз в флэтбеке в разных размерах, из Delight Family в разных цветах. Они замечательные между собой сочетаются, да. То есть за счет того, что эффект шиммер во всех цветах присутствует. Вот этот как раз оттенок, он прям вот связывает эти цвета между собой. А с золотым бургундистом это что за акваками? Вот в бабочке вот. Вот здесь вот бургундист золотой. Нет, нет, нет. Вот это бургунди. Или он не золотой? Он не золотой. Обалдеть. Это просто подвеска. Да. Это что за звень? Это какой-нибудь Black Diamond Shimmer или что-то в этом. Нет, не похож на его. А, я вот так вот сейчас посмотрю. На этой на бабочку. А может, похож. Да, похож. Это шиммер, да? Да, Black Diamond Shimmer. Посмотри, как будто бы прям золотом отсветится. И вот действительно, как я говорила, да, что они замечательно сочетаются с Delight Family из новой коллекции. Вот здесь вы видите вот этот маленький круглый камень, это Army Green. И он как раз будет очень похож на его шиммер. И вот он замечательно сочетается вместе с Black Diamond Shimmer. Вот. И также вот такой вот более насыщенный цвет бургундия из новой коллекции. Вот они как раз между собой замечательно сочетаются. И в жемчуге можно найти очень много цветов, которые дополняют эту цветовую гамму. В тот же, в тот же момент как раз и вот новый цвет Tahitian Pearl. Таитианский цвет джемчуга. Вот он, мне кажется, тоже замечательно сочетается с Delight Family из новой коллекции. Что еще здесь можно увидеть? Очень интересно, мне кажется, оформлены как раз вот эти колосочки из кавашонов из новой коллекции. из новой формы, из кавашонов объемных горячей фиксации здесь же они присутствуют. И вот, и действительно, вот прямо, мне кажется, вот как мы видели раньше уже и в классической теме, вот когда какой-то рисунок на ткани, он дополняется кристаллами, и он, мне кажется, интереснее делать сам продукт и какое-то новое дыхание ему дает. И просто прекрасно блестит, Delight это замечательно блестит. Вот что интересно, да, что он не такой насыщенный, да, то есть когда мы шиммер наносим все-таки на поверхность, он более насыщенный. А вот когда на обратную сторону, он такой более глубокий, он какой-то больше даже такой 3D-эффект создает, за счет того, что он просвечивает через весь кристалл, и вот грани играет, он не такой синий. И действительно, вот даже в зависимости от цвета я даже сравнилась. Сначала не поверила, что это Ami Green, он совсем не похож на тот зеленый из первого флага. Вот я даже сравнила, один и тот же кристалл, один и тот же эффект. Да, то есть в зависимости от размера кристалла еще может эффект отличаться. То есть, скажем, крупный, там, поменьше кристалл, действительно эффект может по-разному себя проявлять. И в этом-то, наверное, и особенность его. Действительно, он каждый раз по-новому раскрывается. И вот такое, действительно, удивили, наверное, в этот раз нас. А что такое? И что такое? В этот раз прям хорошо. Да? Хорошо. Передам. И как одно из направлений, где этот тренд можно применять, наши дизайнеры предложили кожаные изделия. Интересные варианты здесь предложены. Во-первых, опять же, холодная фиксация. Вот здесь как раз один из вариантов, где вот эти полосы из Crystal Fine Rocks нанесены методом холодной фиксации на кожу. Вот эти полосочки. Вот, вы можете потом подойти еще подергать. Но вот сколько я не дергала, ничего, в общем, не отрывается. Действительно, очень хорошо держится. Хорошо держится. Да. Также при работе с кожей какие еще продукты можно использовать? Вот такие вот заклепки. Они механические способом крепятся, специальным механическим прессом. Либо можно какие-то пришивные элементы использовать. Как вы знаете, горячая фиксация для работы с кожей не подходит. Поэтому нужно искать альтернативу. Здесь такая вот интересная комбинация, предложенная нашими дизайнерами. Это алькантара, такая искусственная замша. Это как бы нижний слой вот этой сеточки. И здесь нанесены как раз кабошон из новой коллекции. Горячая фиксация. То есть сначала наклеили кругляшки из алькантары? Это сшито два кусочка сетки. Первый слой это алькантара, второй слой верхний это кожа. Да, отлично садится горячая фиксация. На алькантару прекрасно горячая фиксация садится, капошоны. А для работы с кожей один из способов это холодная фиксация. Новый способ крепления. Труба алькантара. Это замша. А, это замша. Вот как раз прослеты. Это бусины. Они у нас в прошлой коллекции. Еще появились spike bits. Они в трех формах. Бывают круглые, квадратные вот такие вот шестиугольники. Это конкретно металль-клайт болт. Да. Они пришиваются и причем... Он розоватый что ли? Нет, он отсвечивает здесь немножко. Вот этот рыжий дает свой цвет. А вообще он такой, как платино, даже ближе к платине. Такой желтоватый. Это бусина плоская с обратной стороны. Поэтому она прекрасно крепится на материал. И вот даже в этом размере вы видите, что с каждой стороны там по два отверстия. Поэтому она очень плотно ложится и не болтается на материале. Как шипы такие вот. Да, как шипы. Ну, действительно, как шипы. И действительно, мне кажется, очень интересная огранка и такая универсальная достаточно. Более того, бусины между собой можно замечательно сочетаться. И квадратные, и шестиугольные. Здесь также можно увидеть уже крупный камень в эффекте Бургундии с Дилайт Фэмили. Здесь во всей красе, мне кажется, на крупном кристалле он раскрывается. Вот и дополнена эта композиция. Вот интересно, мне кажется, очень обыграны также вот крылышки таких бабочек в виде подвески из новой коллекции. И вот как раз вот это здорово все дополнено еще вот маленькими бусинами. И Majestic Blue в свете Скарлетт. Такой вот яркий акцент они придают. Пришивной камень на ВЭД. Вот тоже, мне кажется, интересно здесь обыгран, как такое туловище. Спрятанное. Да, спрятанное. Но вот, мне кажется, вот всегда вот интересно вот копаться, что же там внутри. Вот я в коллекцию, вот когда коллекция приходит, я прямо вот каждую деталь, вот что же там внутри. Потому что, конечно, на экране в каталоге непонятно, ничего не видно. Вживую, конечно, это совсем по-другому все выглядит. Также можно здесь увидеть камни капучино из новой коллекции. Также Дилайт, вот здесь они в центре. И вот трубочка такая, Fine Rock Steel, которая появилась у нас в прошлой коллекции, на самом деле это бусина. С категорией бусины. Да. Стандартная, да, то возможности по спецпроизводству, они практически безграничные. Можно вот такие вот длинные биленты, как здесь. А сами ролики нам не предлагают? Вас рассимените сейчас как дополнительные. Нет, я как раз думала, где вот такой ролик найти. И он резиновый должен быть обязательно? Рекомендуют резиновый. Ну, наверное, какую-то альтернативу можно придумать. Валик такой. Леруа Мерлен. Леруа, да. Валик такой. Леруа Мерлен. И он говорит, что нужно расправить, надавить. То есть это как тест, как можно я скажу? У нас, конечно, нам все это очень нравится. Но вот по поводу методов нанесения мы готовы приехать и приезжать. Ну, я вас давно зову. Надень. Нет, может быть, какие-то есть приспособные у них специальные. Потому что вот там есть секреты, потому что мы побаиваемся, потому что... Ну, тут надо тестировать. Нужно тестировать, потому что нужно заказать образцы прям с вашими тканями, например, прийти. И пробовать. У нас ткани. Познообразные. Все. Каждый проект – это разная ткань. Ну, тут надо тестировать. Это понятно, что мы все равно будем пробовать каждый раз. У нас будут какие-то свои лайфхаки. Мне кажется, этот метод, метод холодной ликсации, он уже менее опасен, чем горячая ликсация. Горячая ликсация, да? Можно не подержать, не передержать. А здесь при комнате типоадуре работы. И ткань испортить уже сшитую вещь, на которой потрачено кучу времени и денег. Понимаете? Вот мы почему-то боимся. А вы говорите с нашими рекомендациями по тканям? Мануалам? Да, мануалам. У нас же там есть различные ткани и какая температура должна быть. Нет, они не производят вообще горячей фиксации, они не работают пока еще. Они никак ее не освоят. Мы все пытаемся их в это направление подвинуть, но пока еще не дошли. Ну вот хотя бы с холодной. Но это не для одежды, это больше для каких-то районов. Это деликатные ткани, да? Это деликатные ткани, да? Да, вот как я говорила, кожа. Если вы боитесь, да, вот горячий прессом повредить какую-то тонкую ткань, деликатную, там тот же шелк, да? Да, конечно, в принципе можно горячей фиксацией с шелком работать, если вы держите температурный режим и не передерживать утюг. Да. Это возможно, но здесь еще меньше риска. То есть вы не прожжете ткань никак, да? Мне кажется, как раз это очень хорошая альтернатива. А вместо варик и холодную фиксацию можно тоже под горячий пресс, но под водой температурой? То есть не обязательно. По 170 градусов. 90 градусов. Выбирайте. Да, при работе с холодной фиксацией пресс не нужно под горячей фиксацией. Это именно новая милейка. Нельзя новая фиксация на горячую фиксацию. Замышка? А завалилась была? Нет, это не хватало. Скажи. Ход фикс. Появили, спрашивали. Не-не-не. Что-то не то делать. Надо с вами поработать на куртке. Мы просто готовы. Как обрегаясь. Миру нашу видели. Вот она сейчас сидит в футболке. У нее там наклеено на складе. Давайте покажем вам последний тренд. Это все отвлеклись. Самое интересное, наверное, впереди. Dress yourself. Принарядись или одень себя красиво. Ну, здесь такая же вдохновляющая картинка. Зато подчеркнул свою визуальность. И интересно то, что театральные образы, они так или иначе входят в повседневную жизнь. Опять же смельчаки уже пробуют на себе для того, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, свой подход, свой стиль. И действительно, вот такие вот театральные образы. Их, в принципе, можно применить уже и в нашей жизни. Здесь вот такие вот примеры. Действительно, здесь флаг насыщен новинками. Я так рада всегда этот флаг. Если есть что рассказать нового. Это не прошлая коллекция, не позапрошлая. Вот, пожалуйста. Здесь, мне кажется, весь ассортимент представлен. Здесь можно увидеть как раз наконец-то цепочку из жемчуга двухмиллиметрового. Он очень маленький. Он прям как бисер маленький. В то же время это прям полноценный жемчуг сваровский. С кристаллом внутри. С нашим фирменным покрытием. Представлены наши новые кабошоны. Прям вот они как такие как будто капельки идут. Выглядит как будто пришитый. Вот здесь они действительно, это прям вот сквозным отверстием. Стандартный жемчуг. А здесь он закреплен на ткани. И смотрите, действительно, он очень похож. Практически не видна разница. Так что при работе с тканями это прям очень хорошая альтернатива. Здесь можно увидеть также новый цвет. Да, и на ногти мы тоже вот этот маленький. Будем его на ногти двигать. Новый цвет жемчуга также здесь представлен. Очень красивый. В разных размерах. Жемчуг вот из прошлой коллекции. Вильвент Браун. Тоже коричневый. Мне кажется, они тоже очень здорово перекликаются между собой. Да. И дафгрей из прошлой коллекции. Серый, светло-серый. И Рис энд Уайт. Да, то есть прям Перл Сент Уайт. Прям красивый очень эффект на жемчуге. Вот опять же, конечно, мне кажется, The Light Family дополняет каждый тренд. В зависимости от той истории, о которой мы рассказываем. От того направления. Они какую-то вот свою деталь, что-то свое преподносят в каждое направление. Вот здесь также можно увидеть на разных кристаллах кристаллы из семейства The Light Family. Здесь как раз Охар. Такой вот желтый немножко уходит кристалл. Light Grey, сероватый. Хотя не знаю, почему Light Grey. Мне кажется, вот такой вот, ближе к белому. Также здесь можно увидеть хабашоны. Новые формы. Навет. Метод горячей фиксации. Они здесь же закреплены, опять же. Вот. И, в общем, действительно, жемчуг можно по-разному обыгрывать. И сейчас еще с новыми возможностями прям, мне кажется, можно работать только жемчугом и создавать очень интересные дизайны. И направление сегмента, о котором говорят наши дизайнеры, ready to wear или pret-a-porter. Варианты, где можно использовать такую вот театральность. Как можно украшать себя. Опять же, да, конечно, вот здесь такие вот элементы, которые можно представить уже какие-то готовые элементы одежды. Да. Здесь как раз-то очень интересно сочетание новых видов кабошонов разной формы, в белом цвете. Они прям замечательно тоже сочетаются между собой. Да. Маленькие кристальчики. Из прошлой коллекции мини-флетбэк. Тоже вот в новете. Они замечательно перекликаются с формой кабошонов. Навет. Вот такие вот интересные очень детали также вот здесь представлены. Это может быть такая как наметка для какой-то броши, или украшения на одежде. Интересное сочетание как раз и Delight Family вместе с лаковыми эффектами и кристаллами стандартными. В общем, действительно, мне кажется, сейчас палитра Сваровски настолько разнообразна, что можно очень много разных сочетаний подбирать. И даже, мне кажется, она интереснее, когда разная интенсивность блеска в кристаллах. То есть это и лаковые эффекты, и более приглушенные Delight эффекты с таким объемным светом, оттенком, и, в общем, классические кристаллы. Между собой они действительно очень интересную комбинацию составляют. Вот здесь еще больше вариантов. Опять же, кабошончики новые, объемные. Интересно, здесь очень использованные кабошоны. Они как бы приклеены уже на кристалл сверху. То есть это флэтбэк квадратный. Метод горячей фиксации был нанесен, и сверху на площадочку была посажена еще жемчужина. Получился грибочек. Да, как полусфера. С обратной стороны она плоская. Получился такой очень интересный эффект. И вот прямо такие вот как будто интересные цепочки здесь также приведены из нашей коллекции. Это металл, металлическая тесма. Здесь вот адаптированы как будто такие вот сережки интересные выглядят. И здесь также жемчуг в такой вот металлической оправе. Такой интересный эффект создает. И, в общем-то, как раз наши любимые синтетические продукты, о которых мы сегодня много говорили. Здесь они нанесены, я думаю, уже методом горячей фиксации. Потому что здесь шерсть. И, в общем, они прекрасно держатся также и на тканях. Вот такая получилась у нас осенне-зимняя коллекция. В теплых цветах. Надеюсь, что вам она понравилась. Подобновились. И предложите что-то свое.